здравствуйте друзья у нас такое письмо может быть чуть побольше чем обычная но на достаточно обычную тему вот письмо зачитает светлана привет михаил мое имя андрей мне 42 года у меня жена и 32 года и недавно родился сын живу и работаю в пятигорске у меня огромная проблема надеюсь вы сможете дать мне полезный совет сначала краткое предисловие всю свою сознательную жизнь она началась развалу советского союза я занимался предпринимательством меня в общем неплохо получалось звезды не хватало но жил не бедно девяностые начало двухтысячных несли в себе надежду что россия развивается и экономически и политически отходят от своего мерзкого прошлого где-то в 2010 году стало понятно что все не так в 2002 года я был интернет провайдером строил вай-фай сеть пятигорске у меня были все необходимые лицензии разрешения справки деньги зарабатывал по меркам пятигорска хорошие хватало на дом на машину мотоцикл и джип 2008 года начались регулярные проверки со стороны всех возможных органов на меня и уголовное дело заводили и обыски были дома и в офисе и на оперативный учет в фсб меня ставили 2013 году я смог продать фирму на эти деньги купил оборудование для автосервисов закрыл предпринимательство теперь работаю под черным флагом денег у клиента все меньше и как следствие я зарабатываю копейки урезаю свои расходы до немыслимых минимум минимум надежды на россию больше нет экономика в руинах бандиты у власти творят беззаконие и у себя в стране и на международной арене россия скатывается средневековье изоляцию от внешнего мира семимильными шагами идет порочное совковое прошлое самое ужасное в том что большая часть населения все это поддерживает рассказываю это чтобы стало понятно почему я решил уехать из россии этот год будет четвертым моим участием в лотереи гринкард сейчас мы живем по местным меркам очень неплохо у нас большой дом у каждого своя машина и даже домашний музей теперь о проблемах у моей супруги любое упоминание переезды вызывает совершенно необъяснимую неприязнь никакие доводы в пользу переезда не воспринимаем основой но и аргумент заключается в том что мы уже неплохо живем чего тебе еще надо а то что мы уже лет пять никуда кроме убогого черноморского побережья поехать не можем она как-то не учитывает то что будет только хуже она никак не поймет она усыпилась за это дом и благополучие никак ее не переубедить когда в мае очередной результат лутерея смотрел боялся на кнопку нажать зная что если выиграем то с одной стороны буду прыгать до потолка от радости а другой обрету большие проблемы в семейном очаге как не и убедить оставаться здесь и продолжать деградировать что мне делать может у вас есть пример такой ситуации возможные варианты решения ну что давайте я так скажу вообще я когда слушал тебя свет меня как-то вот дернула вот в тот момент когда ты сказала что они уже пять лет не могут никуда поехать кроме там черноморского побережья собственно у них там недалеко но при этом он сказал перед этим он сказал что они по меркам пятигорска живут хорошо то есть люди которые хорошо живут дальше значит чем по несколько часов на машине отъехать не могут давай штартам рядом черноморское побережье но я-то на самом деле думал что жена его поскольку она не была за границей там наверное или была или не было но в америке точно не было то может быть им посоветовать просто поехать куда-то знаешь вот какой-то тур взять или самим я не знаю чтобы они поехали чтобы посмотрели может быть там в социальных сетях знакомых завести да и зайти к ним ну где они там будут в нью-йорке во флориде в калифорнии там в чикаго ну просто чтобы вот да но вот тут получается что если для них черноморское побережье дорого то наверное может до америки вообще никак не добраться и тем более у них ребенок маленький то что жена ничего этого не хочет это на самом деле очень понятно потому что женщина занимается семьей муж обращен во внешний мир он смотрит вокруг и он говорит да у него вопрос куда мы катимся в эту власти воры там и так далее она то этого не не видит она в другом совершенно мире живет живет в ее мире есть ребенок есть муж который ее обеспечивает это не ее забота обеспечения правильно вот они по местным понятиям живут хорошо а с кем я еще сравнивать у них дома них машины у них у них деточка единственная может быть зацепка это только на женщин это может повлиять на что на женщину может повлиять это как бы будущее ребенка потому что жить стране у которой в целом нет будущего и растить там ребёночка да во первых посмотрите на подростков на решение творят посмотрите на их нравственность вы хотите иметь таких детей с этих тебе можно ответить что ты посмотри на американских подростков посмотри какие они ожиревшие посмотри что у них тут драги посмотри что они нет или никогда не знаю есть вещи воспитываемые которые конечно семья должна и там и там она должна выполнять свою долю обязанности до этого никуда не денешься и вопросы зачем ребенку питаться это исключительно вопрос воспитательной семье ну да ты про лишний вес а вот и что касается среды ты ты не можешь изменить она такая какая она есть если среде навязывается насилие унижение и это повсеместно данных вот эти вот вещи и от них очень сложно от них убежать подождем разобрать для этого она должна жить этими категориями это должно быть для нее важно и так далее она может сказать я не знаю про тот мир но вот у нас семье все хорошо у меня у родителей в семье все хорошо и еще просто дело в том что когда она разума может и красность получила то что там сейчас творится с подростками вот я не виду с культивируемые нравственности учебных заведений когда она росла ей 32 года когда она росла был еще хуже чем сейчас это был просто кошмар был понимаешь поэтому мне кажется что единственная зацепка через что можно на такого человека понимать я в общем-то как-то повлиять я понимаю как на ее психология принимает откуда это идет и понимаю что сдвинуть ее любыми другими домыслами очень тяжело соображениями нет но есть на самом деле другое есть такая вещь как например целостность семьи правильно то есть он не говорит мы семья мы вместе ты занимаешься вот там ребенком и так далее а я занимаюсь тем как мы развиваемся как семья то есть она не может взять на себя мужскую функцию в этом деле понимаешь то есть она делает то что она делает а он делает то что он делает и она не должна на него в этом смысле сильно влиять она может как-то влиять но она не может запретительно влиять не должна в семье прежде всего должен быть доверие да доверие друг другу доверие это заключается в том что если например мужчина принимает решение какое-то да он за базар все-таки отвечает конечно и в этом смысле же надо наследовать и в этом и вот включая ее собственное вот ее бэкграунд вот то почему она не хочет ехать но это для нее может быть очень весовым фактором потому что вот такие люди они как раз для них муж авторитет это очень важно он на 10 лет старше и и как бы есть есть такое понятие как вот мы семья и мы может быть там тебе может быть не что-то не хочется делать но ты делаешь потому что мы семья у нас тобой что не было такого а я тоже я я помню светом не говорит поехали там заяву подавать на иммиграцию я говорю а может и поедем там может не сегодня она говорит тогда я как-то 1 уеду а ты останешься в ссср вот и я гуне ну тогда я конечно и я я пошел так за светой до сюда вот так что движка семья семья может может быть это для нее будет существенным то есть для нее важно чтобы был чтобы был дом чтобы была семья и опора это вот это не очень важно поэтому если опоры говорит что я хочу сдвинуться в другое место а поскольку опоры важнее чем дом то может быть это меня тоже потом тут еще другой момент понимаешь если например он нажал кнопку и выиграл green card лотерею то это одна иммиграция и она относительно мягкая если он говорит мы не можем ждать милости от природы значит мы едем и будем там подавать на политубежище например а у них и денег то особо нет да судя по тому что вот мы слышим они конечно могут все продать но ты знаешь какой ужас все продать когда уже вернуться некуда случае чего значит это это гораздо более это гораздо более стрессовая иммиграция у нее нет ответа на вопрос допустим мы уехали даже по green card даже к богатому дяде но вопрос в чем как мы будем жить где деньги ну я чувствую что парень то молодец видишь такой он тут бизнес там бизнес он пойдет сначала работать даже тем же тестер бездане в этом дело жена то что думаю нужно думает то что думает муж она должна при мужа быть вот у нее все-таки есть ее женская роль в семье она не должна на себя брать это вот он у них движущая сила значит он тут должен быть доверие ну во всяком случае он как добытчик да должен чувствовать себя добытчиком и вот как по английски провайдером то право и трупы значит если она верит в него в этом качестве то я думаю что ей может быть не так важно в каком доме жить и в каком городе ну конечно послушать даже любому человеку переехать из одного города в другой это все равно нужно выходить за свою комфорт зону да а у нее вот это ощущение того что у меня все в порядке оно настолько сильное что нет желания выходить и да чуть-чуть напрягаться размеренная жизнь все схвачено все обустроено ты думаешь куда я поеду чего я поеду но если есть семья и муж говорит надо ехать потому что тут ничего ловить я думаю вот что если бы вокруг стрельба шла то тогда бы и вопроса не было но поскольку все тихо у нее нет ответа на вопрос а из-за чего все из-за чего надо с места сниматься когда все хорошо понимаешь ну вот знаменитая это вот пословица пока гром не грянет мужик не перекрестится понимать чего ей креститься то грома нет он лучше слышит потому что он во внешний мир обращен он смотрит 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 там думает но труба вот а она нет в общем я думаю что наверное все наладится у них я я надеюсь решили все таки когда есть семья то это очень важно это очень важный механизм организма сегодня никакого решения ехать на политическое обещание не как об этом речи не было да а грин карта на то ли выиграть что не я так что вот так рассчитывая слепо на грин карту ну шире да это очень сложно она не получается надо рассматривать уже комплекс на вопрос тогда потом это насколько вариантов люди пишут что переключился на другие способы тогда выиграл грин карта так ты знаешь что еще интересно все таки мы не знаем как у него с английским мы не знаем если какая-то профессия но подожди но подожди нет он предпринимателем был но он же не не сам ходил там мы не знаем на каком уровне поэтому совершенно непонятно вот такую работу он может делать но скорее всего он не может делать сразу там достаточно высокооплачиваемую работу может какую-то простую но тестером тоже нужно время цвет тестером не каждый может сейчас пока ты сидишь на месте это отдельная тема о том каким образом они собираются попасть в сша потому что я думаю что если бы она его поддерживала у него встали бы другие вопросы типа того а какие еще есть пути может быть как-то вот так или всяк то есть он бы на эту тему думал но поскольку единство в семье нет то соответственно драйва того нет и энергии той нет и соответственно они фактически ждут у моря погоды и ждут со страхом потому что как когда погода будет это может быть тебе не скажут не надо в море выходить понимаешь так что да ладно я думаю что мы высказались до цвет по теме совершенно очевидно что простого решения здесь не просматривается такого легкого но в общем я думаю пожелать ребятам успеха и чтобы они чтобы семья была хорошая деточка росла здоровенько и чтобы отношения в семье были хорошие и все остальное я думаю так или иначе приложится и может быть еще вот что я скажу вот это ощущение вот этой кластрофобии политической которая у парня есть вот она она может быть какое-то чрезмерное что я не хочу сказать что он неправильно чувствует но это не должно его в депрессию гонять и или допустим как-то заставлять совершать какие-то опрометчивые очень шаги то есть он понимает реальность да ну ну хорошо ну вперед он раньше смотрел на ту же самую реальность я вот к политическому вот в девяностые в начале двухтысячных и вот когда ему казалось что что вот сейчас все наладится и так далее вот я согласен с ним о том что он сейчас говорит но вот когда он говорит от 90-х и двухтысячных я и тогда то же самое чувство что он сейчас чувствует поэтому так может быть иллюзии какие-то были поэтому надо в меньшей степени вот на это на эту часть обращать внимание то есть не надо быть слишком эмоциональным это требует как такого логического он хочет уехать хорошо но не надо быть эмоциональным и не надо быть в панике или там как-то лихорадочные какие-то телодвижения совершать спокойненько вот и потихоньку должно наладить мне кажется как бы если если люди правильные делают правильные вещи то у них целом должно быть все хорошо так свет ты согласна все ребятам успехов и всем кто нас слушал спасибо большое счастливо